Петербург может остаться без вязов. Для борьбы с эпидемией графиоза Комитет по природопользованию планирует масштабные вырубки деревьев. Раньше на этой улице было много вязов, сейчас больше половины уже погибло от голландской болезни. И вот этот вяз нам тоже придется назначить в санитарную рубку. Специалисты отмечают пораженные деревья краской. В течение осени их должны срубить. Под отстающей корой личинки жуков – вредители. Если зараженные вязы не уничтожить, весной насекомые отправятся осваивать и другие деревья. И заодно перенесут на себе гриб афистома вязовая. Именно он убивает пациента в 100% случаев. В первую очередь, конечно, пострадали южные районы, поскольку это место первичного появления заболевания. Оттуда все началось. Сейчас чиновники заканчивают мониторинг и выписывают последние порубочные билеты. Приходится спешить. Скоро начнется листопад и отличить больные деревья от здоровых будет невозможно. Масштабы работ огромные. В городских посадках вязы занимают второе место после лип. Чтобы ваша улица с вязами не превратилась в кошмар с сухими ветками, отваливающейся корой и жуками-заболонниками, деревья необходимо срубать при первых признаках заражения. Если в вашем дворе растут вязы с сухими листочками, свернувшимися в трубочку, можете сообщить об этом в комитет по благоустройству или районную администрацию. За последние несколько лет в Петербурге погибла почти половина вязов. Этой осенью планируют вырубить не меньше пяти тысяч. На их месте высадят липы или другой сорт вязов, устойчивый к заболеванию.